Доброго всем дня! Хакимов Тимур пытается заниматься созданием громады, объединенной территориальной вместе с капитаном. Путь оказался действительно сложный, потому что есть яростное сопротивление. Люди теряют реальные деньги, реальная власть уходит у них. Просто так ее не отдадут. Я уже, наверное, говорил, буду повторяться, потому что, может быть, это месть Голованевских очельников за то, что по Бужье всегда подчинялась напрямую вражеская страна. Наш поселок был московскому подчинению, то есть даже не Киев, а Москва. На территории капитанской сельской рады был построен единственное предприятие, которое из окисленных никелевых рот производит товарную продукцию «Ферроникель». Говорят, что это было для прикрытия этих ракетных точек созданных предприятий. Я думаю, что люди знали, что делали, знали, что строили. Просто так в то время невозможно было получать переходящие красные знамена и быть, я не знаю, на пике какого-то развития. Хотя становление Побужского ферроникелевого завода было не совсем простым, долгим и это самое. Ну вот, получается так, что Голованевск всеми путями держит нас, не буду говорить за шорт, но отпускать никак не хочет. Хотя есть четкие методики определения, ну вот, развития. То есть, насколько помню по памяти, это 20 километров. То есть, придвинуться ближе они к нам, нет, 30 минут подлетное время и 20 километров территориально. То есть, центр должен быть в 20 километрах. Насколько я помню, я некоторое количество раз бывал в Голованевске, то есть, туда, по-моему, 32 километра от центра до центра. То есть, они не проходят не по методике, они не проходят, то есть, мы можем вызвать пожарную машину, то есть, во время, ну, были аварии на Побужском ферроникелевом комбинате, у них подлетное время 80-90 минут пожарных машин. То есть, они не укладываются ни в нормативы, не укладываются ни в расстояния, но хотят быть, ну, как командовать нами, потому что Побужский ферроникелевый комбинат в местном бюджете перечисляет в районе 40 миллионов гривен местных налогов. То есть, все говорят, вот, они зарегистрированы в Киеве, они зарегистрированы в Кипре. Ну, имеет значение, то есть, любой человек, любое предприятие имеет право на жизнь, имеет право оптимизировать свою налоговую базу. То есть, весь мир живет так, поэтому, когда произойдет изменение во всей Украине, и налоговое время будет уменьшаться, значит, люди не будут искать более теплые, тихие гавани, а будут регистрироваться там, где им удобно, где логистически это более приемлемо. На сегодня мы имеем то, что имеем, поэтому давайте будем воспринимать это все с нормальным, спокойным сердцем, скажем так. Мы говорим, борьба идет за местный налог, вот, это 40 миллионов, откуда деньги? То есть, это ПДФО, подоходный налог физических посылок. То есть, 1700 человек работает, средняя зарплата на заводе сейчас 8800 гривен. Это открытая информация, то есть, ну, скажем так, посчитать 18% и посчитать 60% от этой суммы, по-моему, каждый из вас может. То есть, это деньги, которые просто тупо отсюда выкачиваются, высасываются, отбираются. Ну, скажем так, возглавляют район люди, ну, определенной национальности, то есть, они все равно, скажем так, какой-то внутренний страх у этих людей есть. Поэтому, вот эти 20 миллионов, которые отбираются у Попужьев, они не тратятся. Ну, чтобы вы понимали, то есть, профицит районного бюджета в районе 20 миллионов, это как раз та сумма, которая уходит из Попужьев. Ну, и что такое профицит? Профицит, это деньги, которые не используются, и в конце года они просто списываются. Это, чтобы вы понимали. То есть, они потом, когда их все-таки прижмут к каким-то теплым стенкам, они скажут, да мы же не трогали эти деньги, они нам были не нужны, это вы сами их отдавали. Да, то есть, вы должны понимать, что бюджет района 223 миллиона, основная масса все-таки поступлений идет со стороны Попужья. И это самое, то есть, основная промышленность, основной работодатель, то есть, время сейчас такое, что 1700 человек в одном месте очень, ну, это большое производство, то есть, скажем так, по энергоемкости, по это самое, то есть, это производство мирового класса. Продукция отправляется через биржи, уходит и на восток, в Южную Корею, там, я не знаю, куда они продают, там, на это самое, в Ортердам или еще куда-то, это не важно. То есть, европейское предприятие, ну, скажем так, оруда, она, рудная база тоже, ну, из Центральной Америки сейчас приходит, раньше с Юго-Восточной Аразии приходила. То есть, мы должны быть в нормальном, хорошем состоянии, а Попужья сейчас превратилась, то есть, бюджетом 2,7 миллиона, мы превратились, ну, скажем так, без подачек. Наше местечко, оно не может существовать, то есть, организм, который без инъекций не может существовать, он обречен, то есть, рано или поздно инъекцию убирают, и, ну, обречен, это слово обречен, то есть, там, других понятий нет. То есть, если мы не можем вывезти мусор сами, то, ну, скажем так, то есть, ну, то есть, комбинат, вот, допустим, платит, там, по-моему, по кругу получается 86 тысяч гривен в месяц, они там, ну, я думаю, что они бы могли найти более разумное и, может быть, и даже для нас применение этих денег более веселое, это самое, то есть. То есть, что, в чем вопрос вообще, то есть, получается так, что вот капитанка, 196 человек работает на побушках-веронительного комбината, вместе с семьями, это, ну, получается, 400 человек, то есть, ну, примерно, скажем так, 400 человек, которые зависят, в принципе, от жизнедеятельности этого комбината, то есть, я не хочу повторяться, что постоянно вот эти вопросы, а что будет, завод закроется, а что будет, там, солнце упадет, ну, то есть, люди постоянно задают какие-то вопросы, мир меняется, мир изменяется, давайте сделаем громаду и попытаемся сделать бюджет громады развития, то есть, очень много примеров, как сейчас вот люди сделали ОТГ, и они контролируют это деньги, то есть, смысл от того, что выберите вы какого-то человека, я не мечтаю, что это буду я или кто-то, ну, близкий мне, скажем так, ну, я буду участвовать в выборах, выберите, то выберите, ну, скажем так, если вы посадите опять человека, и он единолично будет решать эти все какие-то вопросы, будут какие-то удобные депутаты, там, ногами друг к другу подсовывать какие-то, чемоданов тут у нас нет, ну, какие-то пакетики, там, это самое, то ничего не произойдет. Я считаю, что громада у нас может быть изменить полностью порядок в нашей жизни, то есть, люди, территориально мы живем недалеко, везде можно дойти пешком, то есть, они приходят и какое-то принесли свое видение, свое решение, то есть, большинство решило, движемся туда, значит, деньги тратим вот туда. Первым делом решаем вот эти вопросы. Если это не произойдет, смысла в этом АТГ я не вижу, то есть, вот, Людмила Червоная выложила в Фейсбуке интересный такой пост, я его прочитал, наверное, раз в восемь, да, то есть, это профессор, я не помню фамилия, там, это, свалы, не человек, он занимается этими вопросами децентрализации с 90-х годов, то есть, и вот он рассказывает, что была Польша, Польская Республика и был Украинская Советская Социалистическая Республика, УСССР. Когда вот мы тогда писали референдум, нам всем кричали, что мы Франция, и люди думали, что мы действительно Франция, мы были в пять раз богаче по уровню ВВП, чем Польская Народная Республика, ПНР. Это произошло в 91-м году, то есть, люди, что они сделали, они выбрали другой путь развития, то есть, у них нет олигархата, у них нет вот этих колхозов по тысяче гектаров, то есть, люди у них занимаются фермерством, приватизация произошла в нормальных рамках, то есть, люди, а сейчас люди диктуют моду в Европе, то есть, уже, я думаю, что Германия чувствует дыхание в затылок, то есть, ну, скажем так, Польша встает с колен, и я думаю, что недалек тот час, когда у них действительно уже будут у Германии 2,2 триллиона долларов ВВП, а я думаю, что Польша уже скоро приблизится к этим цифрам, хотя бы в триллион. Говорить сейчас о каких-то движениях в Украине, то есть, если наши все движения пересчитать в доллары, то этих денег, мы пытаемся жить, если у нас тут, по-моему, 120 миллиардов, я не знаю, надо бы посмотреть, то есть, люди просто идут по другой дороге, то есть, они были в худшей состоянии, они были в состоянии в 5 раз лучше, чем мы, но они пошли по другой дороге, то есть, мы всегда выбирали себе каких-то, ну, знаете, вот есть медсокомбинаты, там вот жертвенный баран, жертвенный баран, это в основном козел, то есть, это тот, который ведет, и у которого есть запасная дверь, то есть, вот у нас все руководители, у них есть запасные парашюты, у них есть у всех собственность, очень далеко, в очень удобных местах, там, где тепло, там, где хорошо, хорошие продукты, качественные, скажем так, ну, то есть, это за пределами Украины, то есть, эти все люди, ну, те, которые были в начале этого пути, они скромно говорили, это хатынки, то есть, хатынка в Канаде, у этого дворец, у кого-то там дворец в Испании, то есть, у этих людей, у всех есть, как у того козла в медсокомбинате, у них есть запасной выход, а вот бараны, которые идут за ними, они попадают под нож, то есть, или электрический, там, ну, я не знаю, какие сейчас технологии, там, может, с автоматов убивать этих баранов, то есть, вот как-то так, руководитель, коллектив, они должны, в принципе, быть в одной тарелке, скажем так, и видеть, что результаты их труда, их жизни, их усилий, они будут отражаться на жизнедеятельности их детей, их семей, ну, полностью, вот, вот эти все движения, они должны иметь конкретный результат, то есть, жизнь людей должна стать лучше, иначе вот это все, ну, то есть, не имеет смысла, то есть, жизнь каждого человека, абсолютно каждый человек должен получить себе, ну, стимул, как жизнь лучше, это не значит, что, я же не говорю, что, может быть, карманы будут все у таких, ну, просто качество жизни должно улучшиться, это что, это здравоохранение, это образование, это продолжительность жизни, ну, про что мы можем сейчас говорить, если у нас, мы даже не имеем кладбища, то есть, нас довели до такого состояния, что, если бы была богатая громада, вопросов бы не было вообще, то есть, мы бы пошли купили эту землю в районе Долгой пристани, и вопрос был бы закрыт, то есть, 5-7 гектаров, ну, все имеет цену, то есть, тем более, что сейчас не совсем накрученная цена, даже сельскохозяйственных земель в Украине, она занижена, она занижена для того, чтобы ее удобно было скупать, ну, то есть, это другие вопросы, то есть, если в громаде нет денег, она никому не интересна, она никому не нужна, и мы ничего не добьемся, это вы должны понимать, и, то есть, давайте будем как-то свою жизнь пытаться изменить все вместе, то есть, ну, скажем так, 1, 2, 3, 5, 10 человек, они ничего не решают, ничего не получится, для чего создано громадское объединение, то есть, это, ну, в принципе, сложение векторов, то есть, коммунисты были, может, не всегда хорошие люди, но они обладали этим искусством, визуализацией, то есть, люди думали в одну сторону, и у них с помощью тачек получались непрогиссы, то есть, очень тяжело сейчас заставить людей думать в одну сторону, потому что разброд, люди, как бы, думают, каждый, ну, в принципе, у каждого свой маленький, небольшой вектор, ну, вот, давайте попытаемся сложить эти вектора, и тогда, я думаю, что мы сможем изменить свою жизнь.